12 октября ежегодно отмечается день рождения московской скорой помощи. В этом году 105 лет. И в рамках этого события мы продолжаем наш сериал «Первая помощь в большом городе». Сегодня поговорим о том, как ее оказывать при ожогах. Например, утюгом, кипятком, горячей посудой на плите. Оказывается, многие при этом допускают ошибки, из-за чего ожог долго не проходит, или на его месте остается большой шрам. Как этого избежать? Я сегодня приехала на подстанцию номер 4, станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, чтобы в этом разобраться. А также выясню, как правильно оказывать первую помощь при ожогах, и в каких случаях нужно обязательно вызывать на дригаду скорой. Анна Дмитриевна Берцева, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией номер 4, станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы. Анна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем учиться оказывать первую помощь при бытовых ожогах. Давайте поговорим о том, как вообще, что можно и что точно нельзя делать, оказывая первую помощь при вот таких ситуациях. Вот я с собой привезла некоторые тут средства из аптечки, которые есть, ну, наверное, большинство людей дома, да? Насколько мне известно, многие люди первым делом решают смазать ожог маслом. Я знаю, что это ошибка. Сейчас все остальные тоже узнают, что это грубая ошибка. Ожог – это воздействие горячей жидкости. Соответственно, слои кожи нагреваются. Нагреваются они до такой степени, что идёт повреждение на клеточном уровне. И здесь задача охладить этот участок. При использовании масла образуется плёнка сверху. Плёнка совершенно полностью препятствует охлаждению ожога. А к чему это может привести? Это может утяжелить степень ожога. С первой степени ожог может вполне стать второй степенью с образованием волдырей. Кроме того, да, ожог будет просто дольше болеть, ну, и длительно заживать. Масло никакое не используем, если вы чем-то обожглись. Вы сказали, что место ожога нужно охладить. Вот, например, человек получил ожог. Он достаёт дома кусочек льда, пельмень, в конце концов, да? Курицу. Курицу, да. Можно ли вот так вот прикладывать и льдом охлаждать место ожога, вот так потереть? Нет, нельзя ни в коем случае. Лёд дополнительно травмирует ожоговую поверхность. Достаточно поместить обожжённую часть тела в холодную воду. Но вода должна быть просто холодная, не ледяная. То есть конечности в этой воде должно быть, находиться комфортно в течение двух-трёх минут. А вот, например, йод, зелёнка. Ну вот раны, я знаю, надо обрабатывать, там можно обработать с йодом или зелёнкой. Ну, с поправкой. Края раны. Края раны. Не саму раны, края раны. А вот ожог. Нужно края раны, например, ожога смазать йодом или зелёнкой? Есть такие уники? В любом случае, это усилит болезненные ощущения. Это очень агрессивные жидкости. Йод и зелёнка. А чем это вот может быть опасно? Это спиртосодержащие растворы. Во-первых, будет очень больно. Ожог – это и так больно. С йодом или зелёнкой будет очень больно. То есть он не подсушится? Он не подсушится, никаких изменений в ожоге не будет. Просто будет усиление болевых ощущений. Тогда давайте теперь поговорим о том, как правильно оказывать первую помощь. Сначала, если это первая степень, как мы уже с вами обсудили, это просто покраснение, болезненность, это всё равно охладить. Потом, когда участок охлаждённый, можно использовать депантенол. Если это ожог второй степени с образованием пузыря, который вскрылся при вас. Кстати, вскрывать самостоятельно пузыри нельзя ни в коем случае. Получается, если пузырь появился, мы его не лопаем, а наносим депантенол? Да, аккуратно наносим. Но всё равно перед этим охлаждаем. Только не под проточной водой, чтобы струя воды тоже никак не повредила этот пузырь. Погружаем. В тазик, условно, да? Погружаем в тазик, в кастрюлю. Мы охладили ожог, нанесли депантенол. Нужно ли нам что-то ещё делать дальше? Может, какие-то повязки делать? Это если ожог первой степени или лёгкий ожог даже второй степени. Можно там долечить его дома? При первой степени никакие повязки не требуется. Требуется просто периодическое использование депантенола. Этот ожог проходит сам в течение 3-4 дней, не оставляя никаких следов. Ожоги второй степени с образованием пузырей можно лечить дома, если вы содержите его в чистоте и обрабатываете после вскрытия пузыря. Но всё же с такими ожогами лучше обратиться хотя бы в травмпом по месту жительства. А вот в каких случаях надо именно сразу вызывать скорую? Это ожоги, начиная от третьей степени, это глубокие ожоги. Они редко образуются при воздействии пара или горячей жидкости. Это, как правило, ожоги, полученные в результате электротравм, либо каких-то жидких кислот или щелочей. Но это тоже может быть бы то. Такие ожоги, там, где появился струб или появилась какая-то часть кожи, которая стала чёрного цвета, да, здесь необходимо вызвать скорую помощь, необходимо следовать в стационар для получения уже хирургического лечения. Также существуют шокоденные зоны в нашем организме. Это лицо, это шея и это промежность. Почему эти зоны шокоденные? Потому что один и тот же ожог, ну, скажем, это вторая степень. Один ожог расположен на предплечье, а второй – на шее. Они одинаковые по площади, а вот и по степени. Но ожог на шее вызывает очень сильные болевые ощущения. Поэтому зоны шокоденные. При ожоге лица, шеи, промежности необходимо незамедлительно обратиться в службу скорой помощи. Анна Дмитриевна, мне кажется, вы мне всё чётко обозначили. Какие ошибки люди допускают, мы поняли. Как правильно оказывать первую помощь, мы поняли. И когда вызывать скорую помощь, мы тоже поняли. Так что спасибо вам большое за такой чёткий, структурированный рассказ. Пожалуйста. Любите себя и свой город Москвичи. И берегитесь ожогов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok